Книга «Открытым оком», 25-й том, вопрос 3754, тема литература. Мне посоветовали посмотреть многосерийный фильм на документальной основе о православии. И что-то там с островом связано. Что это за фильм? Нужно ли его приобретать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Фильм этот называется «Земное и небесное». Фактически 10 серий об истории Русской Православной Церкви с участием из благословения патриарха Алексия II. 2007 год. Студия «Остров». Общая продолжительность на 5 дисках 7 часов 20 минут. Без возрастных ограничений. Многим этот фильм понравится. Все 10 ведущих, патриотические, все крестятся, купаются в Иорданях, источниках, жгут свечи, звонят в колокола. Среди них Валерий Золотухин и Никита Михалков участвуют. Снято хорошо, музыка прекрасная, много заставок из исторических фильмов. Снимается в тех местах, о чем говорится. Считаю, что самые важные – это 5 и 6 серии о смутном времени. И только в конце 10 серии патриарх цитирует дважды Евангелие, упоминает о Христе. Фильм неблаговестнический, хотя там участвуют многие священники – епископ Августин, диакон Андрей Кураев. Для человека, который стоит на евангельском пути, и чей дух возродился на страницах Писания, этот фильм ровным счетом ничего не даст. А только будешь вздыхать и думать, что верующих так и не нашли на всю Россию, а набрали блудников, матершинников и суеверных выпивок ведущих. И патриарх во всех 10 сериях в концовке говорит, как номенклатурная церковно-партийная кукла, никакой жизни в нем нет. И всюду мощи, храмы, иконы, монастыри. И когда говорят про антихриста Петра I и добавляют, что он как раз все это запрещал, и чтобы часовни на перекрестках не строили, то заодно это его можно канонизировать. Хорошо, что про Ивана Грозного не стали накручивать Бридни, а прямо указали на его палачество и лютость, и тут же патриарх сказал о невозможности его канонизировать. Умершие же Николай Гурьянов и другие старцы, Рьяна защищает Грозного, что он и сына не убивал, не порубил Корнилия, игумена монастыря, и казни не было, и Филиппа не он убил, ничего не опровергая в этом фильме. Поверим, что история была именно такая. И тогда совершенно точно и ясно видно, что христианство на Руси никогда не было апостольским, не было призыва к благовестию всех. И причиной революции, расстрелов, крушения империи, гибели царского семейства никто не объяснит. А если человек читает Библию, ему понятно, что это все постигло Россию потому, и только потому, что все 300 тысяч священнослужителей и монахов, расстрелянных, сидели по кельям, и ни одного, кто шел бы в народ, как еврейские агитаторы. Захарий 7, 12. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Если вытянуть в одну полосу всю историю России, после крещения при Владимире, то получится, что самое лучшее время было для церкви при татаро-монголах. И зачем тогда нужно было воевать целую тысячу лет? Фильм абсолютно и круто не евангельский. Смотреть его можно только с комментариями человека, знающего Новый Завет. Есть чудесные кадры, как, например, воякам раздает батюшка иконки, и тем нужно перекреститься, и никто не может. И дети также. А не лучше ли было начать с ними заниматься, чтобы кроме блуда и пьянства они бы еще о Христе узнали? И о душе задумались. Но ни слова. Монах молча каждому руку хватает и крестится, якобы, не умеха ни вер. Исайя 29.9. Изумляйтесь и дивитесь, они ослепли. Они ослепили других и сами ослепли. Иоанна 12.40. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Не просто жить товарищем со мной, делить жилище, пищу за трапезой, заметил это не хотя давно, когда в устав мой скабризно залезли, как можно проще, искренне и дешевле, на всем стараясь сэкономить время, конец свести с началом еле-еле, на главное от общего отмерить. Не просто в холоде где ниже десяти и по-армейски шустро, чтобы с постели все без изъяна соблюдать посты и в этом находить внутри веселье, все подчиняя неразменной цели, ужаться в площади во времени и вкусе, дабы иконы вместе с нами пели, хвалу несли сладчайшему Иисусу. Почет здесь книгам с чудным содержанием, авторитет у Библии весьма высок, раздать излишнее, пока нас не зажали, все на алтарь к Иисусу принесем. Мне по плечу уступки сотворить, чтоб только утром встать, не в разнобой, без утренней молитвы будет храп и крик, нам в неизвестность дня, как в лютый бой. Я понимаю, как всем надоел, мой жесткий распорядок по тревоге, у нас у каждого какой-то свой надел, успеть бы только, подставляя ноги. Чуть позже вспомните, прикинув на глазок, чего сумели, рядом оказавшись, вся жизнь уходит, как вода в песок, не с пустотой причалить бы ужасны. На всех ресталищах огромных стадионов бегут хрипя, не покладая рук, здесь нерадивого любой слепец обгонит, усиль напор, пошел последний круг. 24 января 2008 год, Игнатий Лапкин Академия. Здравствуйте. Желез. Желез. Игнатий.